всем привет ты у меня смотрит и кто случайно заглянул на мой канал сегодняшнем обзоре я хотела бы вас познакомить с вандовым гибридом это перри рара в эту разновидность вошли три довольно известных разновидностей вандовых групп это ванда аиридис и ринхостилиус с помощью этих трех разновидностей этот гибрид приобрел миниатюрный размер неприхотливость легкость в зацветание и очень красивые обильно цветущие цветонос посмотрите какая это прелесть цветочки небольшие до 5 сантиметров в диаметре восковой структуры но даже и не такой небольшой размер пышном и обильном цветении они смотрятся очень эстетично также это разновидность имеет очень хороший насыщенный аромат аромат ландышей аромат который мне так любим с детства помню когда я ждала период их цветения бежала на рынок покупала у бабушек этот белый пучок ставила дома и наслаждалась его ароматом скорее всего по этой причине я и приобрела этот гибрид так как ландыши выращивать домашних условиях очень тяжело три разновидности которые были вложены в этот гибрид они не требуют яркого освещения за исключением ванды остальные же два вида это аиридис и ринхостилиус которые можно содержать при более притяненном освещении этим нам дало неприхотливость к яркому освещению этого гибрида эту орхидейку я приобрела год назад в первой половине осени принеся домой я определила ее на свободное место которое у меня находилась на балконе и это место оказалось на холодном балконе при слегка притяненном освещении и вы знаете зимний период температура в которой ночное время опускалась до плюс 7 градусов она это все хорошо перенесла определив на этот балкон я не переживала за холод так как в теплице в которой я ее покупала ночные температуры опускались до плюс 10 градусов также я не переживала потому что на этом же балконе у меня прекрасно в холодных условиях с маленького роста буквально с детки развивается ванда правда она еще не не цвела это молодое растение но за то время как она она мне находится она набрала очень хороший размер при таких холодных условиях конечно корешки были в спячем режиме в таком режиме в котором находится они сейчас у меня закупорились они буквально недавно когда температура на улице спала до плюс 12-13 градусов единственный активный рост вот у этого корешка но мы можем с вами наблюдать что он тоже потихоньку засыпает за летний период эта орхидейка мне надула небольшое количество корней те корешки которые сейчас отходят и смотрят в сторону эти все корешки были надуты за год в моих условиях вот еще один корешок посмотрите и с этой стороны тоже есть корешки такое поведение корешков я вам уже объясняла корешки уходят вглубь балкона где прохладно влажно и скорее всего им очень комфортно буквально все орхидейки гонят корешки у меня вовнутрь балкона цветоносы же они тянутся в противоположную сторону ближе к солнышку заострив внимание на цветоносе мне очень хочется его опять вам показать этот гибрид имеет два варианта в цветении перед вами желтый вариант есть и розовый розовый вариант я не стала брать так как в колец коллекции очень много розовых оттенков а вот такого игрушечного яркого пестрого у меня еще нет сожалению я не могу вам через камеру передать аромат этого прекрасного соцветия но вы попробуйте представить аромат ландышей любуюсь этой красотой вот вроде бы и все что я хотела вам рассказать и показать в этом обзоре большого опыта к этому гибриду я не имею но за год его содержание я поняла что это орхидея для наслаждения а не для изучения так как она очень и легка легка в зацветании и неприхотлива я думаю что новичок он очень быстро с ней подружиться и так как орхидейка имеет миниатюрный размер это размах листьев которые составляют 40 сантиметров этот гибрид очень хорошо впишется коллекцию в тесную коллекцию где мало места и своим очень приятным и довольно насыщенным ароматом будет радовать вас долгое время цветение этого гибрида продолжается от месяца и до полтора бывает и до двух месяцев такое поведение я наблюдала в теплице этом я буду прощаться всем спасибо что были со мной что смотрите меня до свидания и до новых встреч на моем канале всем пока пока